Адлерский МФЦ поставил точку в развитии сети сочинских многофункциональных центров «Мои документы». Последний оказался лучше предыдущих, считают муниципалитети. Здесь созданы почти идеальные условия для оформления любых документов, признаются и сами сочинцы. Маргарита Фоменко – частый гость в этом здании. Сочинка занимается оформлением сделок с недвижимостью. Говорит, теперь появилась возможность экономить время, успевает и о ребенке заботиться, и семейный бюджет пополнять. То, что эта структура открылась и так, как она функционирует, это вообще сказка, которая раньше даже и присниться не могла, потому что здесь в течение полного рабочего дня с 9 утра до 8 вечера можно прийти в любое время и сдать документы в течение максимум 30 минут. МФЦ оказывает населению курорта широкий спектр государственных и муниципальных услуг. Все документы за сочинцев собирают и оформляют сотрудники учреждения. Сегодня такую услугу, муниципальную, краевую и федеральную, можно получить в любом МФЦ. И с учетом того, что материально-техническая база в полном объеме теперь соответствует стандартам, теперь задача стоит в том, чтобы была обеспечена скорость оказания услуг и, конечно, качество услуг, чтобы наши жители прочувствовали реальные изменения. Еще есть у нас недоработки. Это нет. МФЦ зависит от наших ответственных исполнителей, то есть наших структур, которые, к сожалению, несвоевременно оказывают ряд услуг. И второй момент – это качество по качеству отказов. Потому что иногда в погоне за тем, чтобы закрыть вовремя ряд услуг, наши структуры делают незаконные зачастую отказы. Поэтому мы в структуре МФЦ создали отдел контроля именно за качеством предоставляемых услуг. В июне список услуг МФЦ существенно расширится. К примеру, здесь можно будет оформить документы на присвоение объекту адреса или признание дома, расположенного на дачном участке, пригодным для проживания. Возможно, в адлерском МФЦ появится еще одна востребованная услуга. Здесь можно будет оформить и получить за гранпаспорта нового образца – биометрические. Это пилотный проект. В Краснодарском крае он будет реализован только в Сочи. Как только будет достигнута договоренность с Миграционной службой России, сюда привезут все необходимое для оказания этой услуги оборудование. А в третьем квартале этого года тоже в рамках пилотных проектов уже во всех МФЦ города можно будет оформить так называемые услуги по жизненным ситуациям. К примеру, получить свидетельство о рождении ребенка, страховой медицинский полис, пенсионное удостоверение или стать на очередь в детский сад. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.